Женя выходит из дома в поисках вдохновения. Её цель – хорошие кадры. Фотография для неё не просто увлечение, это уже смысл жизни. Изначально девушка занималась живописью, но на это уходило много времени. Тогда решила, нужно попробовать что-то новое. В итоге нашла себя в астрофотографии. Космос – это такое что-то магическое, оно притягивает многих. Для кого-то космос – это территория захвата, для кого-то это пространство для мечты. Но для меня, наверное, это второе пока. Всегда нравилось наблюдать за кометами, за планетами, за Солнцем, за солнечным затмением лунным. И хотелось это тоже запечатлеть на фотографии и показать людям. Астрофотография – это запечатление на камеру небесных тел. В объективе Евгении уже побывали луна, звёзды и метеориты. Фотографии отличаются особой чёткостью изображения. Чтобы добиться такого результата, нужна специальная техника. Камера подходит как полнокадровая, профессиональная. Вот в данном случае я принесла показать, что даже вот обычная камера, которую может позволить себе каждый человек, также на неё можно делать хорошие фотографии. Например, чтобы хорошо получалась луна, была крупная, чтобы были видны все кратеры, моря её, то, конечно, тут нужен объектив с большим увеличением. Вот это он такой вот увеличивает, аж на 1300, то есть луна получается в кадре прям большая. Так фотографировать девушка научилась сама. Смотрела видеоуроки в интернете, спрашивала совета у более опытных коллег. Теперь Женя не пропускает ни один звездопад. Звездопады самые большие, они бывают в декабре, это геминиды, и персиды именно в августе. Но так как в августе очень тёплая располагающая погода, можно всю ночь пролежать на траве, половить звёздочки в романтической обстановке. Ну и также для астрофотографов тоже очень удобно, не перемерзает техника. Комфортное времяпровождение, можно всю ночь стоять, фотографировать. Самый красивый звездопад фотограф надеется поймать в ночь с 12 на 13 августа. Перед съёмкой можно потренироваться и в городе, проверить, исправна ли техника. Наблюдать звездопад сможет любой, и даже невооружённым глазом. Но чтобы получше разглядеть небесные светила, придётся уехать за черту города, в более тёмное место, например, в поле или на сопку. Елена Карпенко, Сергей Флоренцев, Телемикс.